Вернулись в Оклахому Вейсбург и Дюрант и это сразу отразилось на результатах Оклахомы. Команда выдала 7 матчу победную серию, где первой скрипкой был Рассел. Кевин только набирает форму и игра разыгрывающего Оклахомы дает надежду, что в ближайшее время болельщики Тандер могут увидеть команду в зоне плей-офф. Чье место она может занять? Пожалуй, первым кандидатом на вылет из зоны плей-офф на Западе является Нью-Орлеан. И даже не потому, что они занимают восьмую строчку, а больше из-за того, что это все-таки молодой коллектив, ему еще набирается опыта и пока тяжело сказать, как они могут выглядеть на длинной дистанции. Из других команд кого-то будет очень сложно подвинуть. Тандер, Запад очень сильный, несколько команд уже оторвались от Оклахомы на 10 побед и это очень много по меркам нынешнего Запада. И рассчитано то, что Оклахома сможет так подняться, что заработать преимущество своей площадки в плей-офф практически нереально. Даже феноменальная игра Дюранта не позволит Оклахом им подняться выше 6-7 места. Я думаю, где-то так и есть потолок этой команды. 4-5 команд, которые сейчас впереди, они так останутся впереди. Плюс, конечно, должен подтянуться Сан-Антонио. Вернется Паркер. Заиграет на высоком уровне Леннард. Вернется Миллс. И сперс расправят крылья и тоже поднимутся выше. Поэтому удел Оклахомы, к сожалению для их болельщиков, в этом году 6-7 место и ожесточенная борьба за плей-офф до самого конца чемпионата.